Всем привет! Я капитан команды «Соседи по планете». Мы участвуем в программе «Норникеля» как противного волонтерства комбината «Брам». Мы участвуем в волонтерском движении с 2019 года и уже участвовали в большом количестве эко-акциях. У нас было организовано два проекта «Экодела». Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я капитан команды «Экопатроль» в рамках программы корпоративной «Норникеля» и участвую с 2017 года в волонтерстве. Мы занимаемся самыми различными проектами. Здравствуйте! Меня зовут Ольга Ребровова. Дмитрий Русаков. Мы волонтерская семья и участвуем в программе «Комбинат добра». Для меня волонтер – это доброволец, который решил сделать что-то хорошее своими силами, используя свои знания и возможности. Если взять чистое определение, то это человек, который помогает людям, меняет мир вокруг себя. В первую очередь, это бесплатно. Мы не ждем за свою работу никаких материальных ценностей. И чтобы стать волонтером вообще, что для этого нужно? Нужно желание, ощущение потребностей. Либо помочь кому-то, либо изменить мир вокруг себя. То есть ты должен подумать, что ты хочешь делать, что ты можешь делать, для кого ты это будешь делать, и чего нужно еще научиться. Волонтер – это образ мышления, это состояние души. Это то, что занимает все твое свободное время. Не зря есть такая шутка про волонтера, когда спрашивают у волонтера, а что вы делаете в свободное время? В какое время? Волонтеров все, что он может отдать, он отдает. Я считаю, что волонтером может быть любой человек, от мала до велика. И добрые дела может делать любой человек. Главное, чтобы у него было желание, неравнодушие к окружающему нас миру, к разным ситуациям. И волонтер, он вкладывает в это не только свою душу и добрые мысли, и делает хорошие дела. Но при этом старается позитивный такой вот облик нести для всех. Потому что мы заряжаем всех энергией, мы стараемся быть позитивными, добрыми. Я думаю, что волонтером может быть любой человек. Главное, чтобы у него было желание помогать другим, совершать добрые поступки. И, конечно, волонтерство поможет каждому, потому что, занимаясь волонтерством, приобретаешь новых друзей, открываешь новые знания какие-то, учишься новому, работать не только головой, учишься работать руками. В волонтерство можно... Люди попадают разными путями. Меня, например, пригласили коллеги по работе. В свою очередь уже я пригласила свою семью участвовать. И моя вся семья полностью участвует, поддерживает меня в моих проектах, помогает, предлагает новые идеи. Выполняя свои проекты, мы испытываем разные чувства. В начале, конечно, всегда идет запал, идея, очень хочется все сделать побыстрее, чтобы все получилось. Возникают какие-то трудности, и возникает даже иногда азарт в борьбе с этими трудностями, задачами новыми, которые возникают в ходе выполнения. И, конечно, когда проект заканчивается, всегда испытываешь радость. И вот, например, тебя пожилой человек одинокий встречаешь, ты выручаешь ему этот пакет-набор продуктов. Да, для него это настолько радостно, даже люди некоторые начинают плакать. Ты, глядя на этого одинокого пожилого человека, у тебя у самого непроизводно начинаются слезы. То есть, тут не только бывают положительные, бывают и грустные эмоции, и смешанные чувства, и бывает и огорчение, когда ты поставил себе какую-то цель, у тебя не получилось. Ну, бывает такое даже, да. Ну, что ж, тогда все равно собираешь себя в кучку, идешь и делаешь. Осуществляя нашу проект, участвуя в разных повантюрских мероприятиях, у меня очень положительные, добрые чувства возникают. И осознание того, что ты даешь намного больше, чем получаешь, и что ты очень можешь быть полезен, как окружающим, кому-то просто помочь, с кем-то поговорить, где-то и в таких массовых каких-то мероприятиях. И очень нравится, когда ты, конечно, очень нравится, когда ты получаешь за это благодарность, но бывают и негативные какие-то моменты, не всегда тебя благодарят, но стараешься на плохое не обращать внимания. И, как сказать, встал, отряхнулся и пошел дальше. Ну, я считаю, что волонтером может быть каждый, ну, сознательный человек. Ну, у меня дети, например, волонтерят с 7 лет, то есть с 7 до плюс 50 точно. И главное, что желание у человека было, личные качества здесь, ну, как, играют большую роль, потому что у каждого есть, например, развитие в определенных направлениях, то есть он, каждый человек может быть полезен в определенном направлении. На данном поле деятельности меня, наверное, привела моя любовь к собакам. Когда моя подруга 3 года назад позвала меня в организованную волонтерскую деятельность и предложила взять проектом помощь дому с хвостом Мочегорскому приюту для бездомных животных, я, конечно же, согласилась. Потому что в нашем городе достаточно большое количество бездомных животных, достаточно большое количество больших собак, которые боятся люди. При том, очень мало кто задумывается, что именно люди являются причиной их появления и распространения. И очень мало людей, которые действительно хотят им помочь. Для меня это стало отличной идеей. А я поддержал и тоже присоединился к проекту, и с тех пор активно участвую. Участвуя в волонтерских мероприятиях, я ничего не жду в своем. Я стараюсь всегда. Бывает у волонтеров поощрение такого вида, что мы, например, можем познакомиться с хорошими, интересными людьми, которых приглашают на мероприятия. Я считаю, что мы участвуем в мероприятиях, столько у нас друзей, знакомых появляется. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И я очень это ценю. Волонтерство, конечно же, помогает в нашей жизни. Участвуя в проектах, ты примеряешь на себя различные образы. Будучи инженером по образованию, я зато могу быть строителем, учителем, организатором, бухгалтером, опять же. Потому что ты задействуешь себя в разных видах проектов, и поэтому это расширяет твои рамки, рамки твоих возможностей. Но, к сожалению, ребята, не всегда все идет гладко и четко. И по размеренному пути бывают небольшие минусы. Например, когда ты делаешь свой проект «Экодела», например, мы строили площадку «Каменный островок» у экологической библиотеки. И, к сожалению, иногда у нас расписали скамейки, нарисовали на них, мы их все оттирали. Мусорят иногда на площадке, ну просто так, специально. То есть, вот есть огорчение вот в таком направлении. Опять-таки, будьте готовы к тому, что не все будут благодарны за ваш труд. Всегда найдется человек, который будет против всех. Вот. И, ну ничего страшного, главное не опускать руки, успокоиться. Мы идем по правильному пути, мы все добрые, неравнодушные люди, у нас все получится. У нас в городе можно делать очень много проектов. И иногда хочется захватить все, но так не получится. Поэтому надо понимать, что ты берешься, когда за какое-то одно дело, не надо распылять себя на множество дел, не распылять себя. И если ты взял какое-то определенное направление, то лучше заниматься уже именно им. Потому что усталость никто не отменял. И эта усталость постепенно накапливается. Это у всех, это нормальное явление. Тогда можно сделать перерыв какой-то. Либо сменить ее деятельности, что очень хорошим вариантом является. Мне очень приятно это когда, в первую очередь, когда человек живет одним днем. День прожил? Хорошо. Он не думает, не задумывается вообще о том, что будет после него. Даже что будет через пять лет. Не говоря же о том, что он оставит после себя какое-то следие своим потомкам. Вообще просто окружающим людям. Поскольку я занимаюсь волонтерством с 2017 года, то уже участвовала в многих проектах. В 2017 году несколькими командами строили эколекторий в парке. В этом году из-за пандемии очень многим людям пришлось корректировать свои планы. И мы как волонтеры участвовали в акции «Мы вместе». Это оказание помощи людям, нуждающимся в поддержке, которые были вынуждены на самоизоляции. Мы развозили лекарства, привозили продукты по запросам. Также помогали малоимущим, многодетным семьям, одиноким пожилым. К 9 мая мы развозили подарочные наборы ветеранам. Когда мы в том году решили сделать домик для лыжников на КП-4, это относится к конкурсу «Лыжня зовет», который каждый год проходит в Мочегорске. Может быть, кто-то из вас и ездит на лыжах. Мы решили на КП-4, это 10 километров от города, поставить домик, чтобы люди, когда доезжали туда, могли набраться сил, отдохнуть, посидеть, попить чаю. И уже с новыми силами отправиться обратно. То есть наша цель была помочь немножко, как социальный проект для города осуществить. И хотелось заставить радость людям, которые занимаются спортом. Ну и для нас это было тоже как вызов осуществить такой проект. В 2018 году мы пришли в организованную волонтерскую деятельность. Нашим проектом была помощь городскому приюту для бездомных животных «Дом с хвостом». С целью благотворительного сбора для помощи этому приюту был организован спектакль, в котором входили разные сцены, то есть это и показали приют. Я была выше домашней собакой. Первое, самое запоминающееся – это работы на приюте. Это когда мы пришли, делали вольеры, строили. И, имея небольшой опыт, мы очень многому там научились. Мы сами осваивали рабочие какие-то там моменты, чего раньше не делали никогда. И у нас довольно неплохо получилось. В этом году мне очень понравилось с библиотекой собирать мебель, с новой библиотекой. Когда делали новую красивую мебель, это было просто потрясающе. Это просто шикарная библиотека, и когда собираешь такую мебель, это просто доставляет удовольствие. И помимо этого мы привлекали еще детей. То есть у меня сын приходил, и не просто он стоял, он помогал, я ему объяснял, как собирать, что делать. И учил делать его. Помимо этого у нас были еще проекты, тоже опять связанные со сборкой мебели, в основном такое. Для Всероссийского общества инвалидов собирали мебель, тоже помогал сын. И также учился. Свообразные уроки труда. Волонтерские. В прошлом году еще хочу отметить, мы проводили экскурсию для возрастных, для возрастной категории граждан. То есть это были люди из первых выпусков нашего Мачкорского политехнического колледжа. То есть это старше 70 лет. Мы проводили экскурсию для них на тему вторичного использования сырья. И очень ярким моментом была просто необычная сумасшедшая их вовлеченность, когда люди прослушали, когда люди начали потом давать советы, рассказывать, что бы еще они хотели видеть, что бы они могли сделать. Это было очень неожиданно. А в этом году, в продолжении немножечко этой же тематики, мы делали скамейки на входной группе центрального парка, на центральной входной группе нашего городского парка имени Бровцева. Значит, мы заменили деревянные сидения на полимерный профиль. И когда люди приходили, спрашивали, а что это, из чего это, и когда им объясняют, что это, по сути, переработанные пластиковые бутылки, пластиковые крышки, дедушка был один, он просто подошел и погладил. То есть он сам пытался сперва догадаться, что это, а потом он задал вопрос уже. И очень было приятно слушать, когда нас говорили, что мы показываем, что можно сделать, как уменьшить количество мусора, что из этого можно сделать. И это действительно работает. Да, с этого года у нас уже в полную силу начала работать народная дружина. Это тоже один из видов волонтерства. Туда уже, конечно, приходят более взрослые люди. В основном это уже после армии. И это очень важно для нашего города. Это мало того, что это предупреждение правонарушений, это еще и просветительская деятельность в плане того, как себя вести, как себя в общественных местах, что можно, что нельзя. Потому что важно не наказывать. Первоочередно надо проводить профилактику правонарушений. Тогда их действительно будет меньше, чем просто наказывать. И в рамках просветительской деятельности, я считаю, мы делаем большие успехи, так как у нас самая наша любимая часть молодежь, она как раз попадает под нашу работу. Мы больше всего с ними проводим встреч, больше всего с ними общаемся. И зачастую очень многие проникаются нашими мыслями. Многие говорят спасибо за то, что вы подошли. Мы этого не знали. И когда мы говорим о каких-то аспектов правовых, о которых многие даже не догадываются, о последствиях своих возможных действий. И когда им говоришь о том, что будет, если будете там себя так отвести в обществе, то многие начинают это понимать, задумываются над своими действиями и последствиями. А это очередной шаг к ответственности и, возможно, к пополнению нашей волонтерской большой семьи. Семья моя относится к волонтерству положительно. Я поступила очень, как бы, может быть, не так оригинально, как многие, но у меня в семье участвуют все. От мужа до детей. Поэтому мы волонтерим, участвуем в разных проектах и стараемся, ну, чтобы совмещать это опять с жизнью семьи, ну, как бы, планируем время, грамотно рассчитываем свои дела. И поэтому мы имеем такую возможность участвовать в разных мероприятиях. Нашему сыну на текущий момент 16 лет. Он принимает участие в нашей волонтерской деятельности. Он нам помогает везде, где бы мы ни были. Кроме этого, он сам организует со своими друзьями, с ребятами различные игры. Либо, допустим, в библиотеке они вместе читают для детей младшего школьного возраста. И когда он мне принес грамоту из библиотеки, на которой было написано, что мы не думали, что он такой, вот, это было и удивление, и это очень хорошо. Ну, а также он с друзьями зачастую принимает и физическое участие, когда надо что-то помочь. То есть они с друзьями, фактически не сговариваясь, приходят на помощь, помогают нам, когда надо что-то физическое сделать. То есть в этом они молодцы. Занимаясь волонтерской деятельностью, на некоторые проблемы начинаешь смотреть уже совсем под другим углом. Например, в этом году случилась пандемия, и мы, как волонтеры, развезли по городу помощь для некоторых семей, которые нуждались в поддержке. И, например, я вот для себя узнала, что у нас, оказывается, в городе очень много пожилых, одиноких людей, которые нуждаются в постоянной помощи. Много семей, которые также нуждаются в помощи. Также занимаясь волонтерством, начинаешь мыслить немножко по-другому, и уже начинаешь задумываться о вещах, о которых раньше даже и не думал. Какие-то проблемы, например, решения проблем, благодаря тому, что ты знакомишься с новыми людьми, получаешь новые мысли, какие-то новые идеи, и для себя очень много познаешь нового в жизни. Я по природе очень стеснительный человек. И волонтерство открыло во мне новые, как сказать, возможности общаться с людьми, открытость вот такая определенная. Перебарываешь себе такие барьеры, то есть ты начинаешь делать первый шаг сам, и где-то с кем-то договориться, например, чтобы состоялось мероприятие, кому-то позвонить. И перестаешь загонять себя в какие-то рамки стеснительности. Волонтерство раскрепощает это однозначно. Волонтерство также развивает ответственность, потому что ты, когда начинаешь какое-то дело, ты уже несешь ответственность не только за себя, за свое желание что-либо сделать, но также ты уже, получается, люди ждут от тебя какого-то результата, и ты уже не можешь их подвести, и обязательно доделаешь до конца. Формирует ответственность. Самое главное – это ответственность. Когда человек осознает, что он может сделать, и берет на себя ответственность за это, за свои поступки, он понимает, к чему это может в дальнейшем привести, и старается себя вести соответственно, понимая свою значимость. Это очень важно. Осознавать свою роль в мире, в обществе, и понимать, что ты можешь сделать, что ты можешь изменить в этом мире. Это очень позитивно влияет. Во-первых, огромный круг знакомых. Сотрудничество – это новые знания, новые умения. Я меняю свой взгляд на мир. Я меняю свой взгляд на разные вещи, на отношения с людьми. Я первая в жизни. Я не актер участвовал в спектакле. Сурган и с Игорем Головиным. Он актер театра и кино. Это было очень здорово. Это просто, не передаю словами, я была в таких местах, в таких городах, в которые бы никогда не попала, не будь я волонтером. И участвовала в таких действиях, куда бы я вряд ли пошла, если бы я не была волонтером. Для меня это больше, конечно, развитие всё-таки своё, личное. И общение с другими людьми, больше связей, больше знакомых, более просто стало общаться с людьми. Какие-то появились навыки, появилось много навыков. У каждого человека есть потребность делать добрые дела. Поэтому, ребята, если вы испытываете, чувствуете, что у вас есть внутри такое желание, то идите и делайте эти добрые дела. Поверьте, вы ощутите благодарность и гордость за себя даже. И для меня, например, волонтерство всегда положительные эмоции рожает. Ребята, самое главное – не бояться. Делать что-то новое всегда страшно. Но то, что вы приобретёте в процессе, знания, навыки, различные умения, это выведет вас на новый уровень. Вы будете всегда впереди. Если у вас есть хотя бы два единомышленника, это уже суперкоманда. И поэтому вместе мы сила, и у нас всё получится. Делайте добро, и люди к вам потянутся. Если вы думаете, рассматриваете вообще такую возможность стать волонтёром, то в первую очередь я бы хотела пожелать не бояться. Потому что очень многие люди, оглядываясь на окружающую, на своё окружение, они задумываются о том, а что обо мне подумают. Если в случае этого, когда об этом думает подросток, он думает, а не буду ли я выглядеть глупо. Вот очень самое главное – не бояться. Да, самое главное – начать с себя. Потому что все остальные, они будут смотреть на тебя, и со временем так же будут подтянутся. И будут тоже думать, а почему он может, я тоже так могу. Кто-то должен начинать с себя. И те, кто это начинает, они становятся потом примерами. Движущей силой становятся для окружающих. То есть не надо бояться. Надо идти вперёд и делать. Да? В волонтёрство – это круто.